всем добрый день сегодня мы с вами испекем мандариновый пирог готовится он из простых доступных ингредиентов готовится быстро получается вкусно если интересны вам такие рецепты оставайтесь со мной а мы начнем готовить для данного пирога я взяла 3 яйца 3 крупных мандарины если они мелкие можно взять 4 5 более 12 грамм разрыхлителя пакетик ванильного сахара он у меня 20 грамм 100 грамм обычного сахара 100 миллилитров молока 300 грамм муки и 70 грамм сливовочного масла я его предварительно растоплю сразу в миску у меня отправляются яйца следом сахар следом ванильный сахар по сути мы смешиваем все ингредиенты одновременно дальше разрыхлитель сюда же мы отправляем молоко сюда же заранее растопленное сливочное масло можно воспользоваться хальварином как вариант если масло нет под рукой сюда же мы отправляем заранее просеянные 300 грамм муки и перемешиваем миксером либо венчиком до однородной структуры я воспользуюсь ми миксером с насадками для теста мешалки тесто у меня уже готово выглядит она вот так оставим его пока в сторонку займемся мандаринами слово сказать форму я уже подготовила смазала ее растительным маслом она у меня диаметром 26 сантиметров в мандарины я разрежу вот таким вот образом пополам все три штуки если они вас мелкие можно взять больше ложим мандарины форму срезом вниз заранее можно форму покрыть пергаментной бумагой по обсыпать сахаром либо жеманкой если у вас форма прилипает и уже на мандарины поверх я ложу тесто форму в саму и уже в таком виде отправляем в духовку в разогретую примерно на 180 градусов до полной пропекаемости пропекаемости проверяю вилочкой либо зубочисткой либо шпажкой время будет зависеть от пропекаемости вашей духовке и взятых вами пропорций отправляем и выпекаем у меня пирог готов вот так он у меня получился время на выпекание у меня заняло примерно 25 минут и давайте теперь посмотрим каким он получился внутри вот такой он получается поднимается довольно неплохо мандарины у нас с этой стороны да вот видны как вы можете видеть по желанию можно мандарин положить побольше у меня их было три штучки и получаются они снизу получается пирог довольно вкусным на вкус и повторюсь готовится очень быстро по принципу все смешал и в духовку если вам понравилась идея и способ приготовления конечно поставьте мне пальчик вверх и не забывайте подписаться на канал будет еще много интересных полезных видео для вас у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока пока